приветствую на канале теремка меня зовут ольга давно я не снимал мастер-классов не было возможности к сожалению и тут начну я прорвало наконец и решила сделать такую серию уроков в общем напал на меня вдохновение и думаю дай засниму данный урок очень будет полезен особенно для новичков где не нужны каттер и не нужны формочки все руками все на глаз в общем здорово как обычно все материалы инструменты под видео в описании и я подготовила картиночку которым будем приводить напечатана она на лазерном принтере не настроен в моде руки ноги и в общем хвост и конечно же кусочек белый пластик небольшое такое замечание что глина у вас должна быть не слишком мягкой не слишком жесткой а вот как бы легко расходиться легко рваться то есть но у меня в общем-то на довольно таки жесткая но я ее размяла на пастомашине и теперь она средней мягкости что важно картинку обязательно распечатывать на лазерном принтер не настроены это очень важно в общем этот кусочек глины я разминаю и делаю такую вот колбасу этой колбасы нам хватит на две пары то есть на две детальки делю пополам и раскатываю что-то вроде шарика не обязательно должен быть ровный потому что у нас будет такая форма немножечко кривенькая и обязательно конечно же снимаю любые пылинки и соринки которые могут попадать потому что светлая глина очень любит их точнее это очень бросается глаза зубочисточкой просто убираю можно работать на листиках можно работать на камне как удобно поскольку данный вид изделия не нуждается не в стекле и не в камне то есть фиксации нам не нужно вот я просто положила для на листик ради как бы удобства смотрите если у вас глина слишком мягкая прилипает рукам можно воспользоваться детской присыпкой и сгладить плюс еще к тому неровные какие-то края вдруг ноготком повредили или где-то примяли в общем это очень удобная штука плюс она еще создает такой вот немножко небольшой глянец но смотрите пудрой не пользуйтесь по центру то есть там где будет переноситься картинку я отрезаю пополам и прям руками на глаз отрываю такого-то вальные овальный кусочек 1 2 картинки там уж картинку я хочу сделать именно по центру такой у нас как бы будет я даже не знаю как это стиль называется если знаете напишите в общем прикольный такой шаляй валяй как будто бы может быть как будто бы это каменные серьги какие-то будут ну в общем какая-то такая у меня пришла задумка в общем ровняю делаю более-менее чтобы ровные были размеры естественно теперь я беру водку абсолютно любую салфеточку это как раз прекрасный инструмент для перевода дальше картинки лицевой стороной вниз пальчиком придерживаю и прихлопываю салфеткой смоченной водки спирт не подойдет девочки если кто мне уже задавали такие вопросы не подойдет муравьиный спирт можно использовать но опять-таки там ведь связующий это спирт может быть там кислота что-то муравьиный спирта сказала да муравьиная кислота была тоже на спирту понятно в общем тут связующий звено этот спирт спирт вода пробовала я чистым спиртом ну честно мне не понравился эффект не так хорошо отпечатывается в общем водка это бюджетный вариант даже муравьиный спирт наверное будет дороже в общем пальчиком я вот так аккуратненько вдавливаю но мне нужно именно сделать ямку я прям картинку в ямку в эту вдавливаю периодически постоянно я буду смачивать салфеточкой если мало набираю еще удочки в общем хорошенечко пропитываю 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 вдавливаю то есть здесь в технике переноса изображения главное вдавить и намочить вдавить и намочить и пальчиком я с краешку смотрю а не остается ли картинка дома на бумажке смотрю нет не остается значит можно снимать если с краешку остается картинка еще немножечко подождите то сделайте все предыдущие манипуляции либо начните тереть не с краю собирать катышки а из центра просто мне как бы повезло что еще в чем фишка может быть чем свежее распечатанная картинка которая у вас не завалялась нигде она будет шикарно и быстрее отпечатываться на глине я как-то снимала мастер-класс как раз это было свеже прям на пару дней или день было картинки всего лишь как шикарно все переводилось особенно черно-белое изображение не цветное вот этой картинки наверное несколько месяцев и я заметил действительно разницу что приходилось потрудиться может быть конечно еще какие-то на вариации по хранению картинки тоже зависит жара холод влага думаю это тоже имеет значение но в любом случае все равно картинка переносится быстрее или нет не важно в общем пальчиком вы аккуратненько снимаете все эти бумажки катышки прям будете чувствовать сильно не нажимайте не бойтесь вы не сотрете изображение вся краска с бумаги перенеслась на глину почему собственно я ее и сделала и рекомендовала сделать такой вот полу жесткой полу мягкой потому что это такая нужная консистенция которая заберет в себя все и в то же время слишком мягко вы ее не продавите и что я делаю катаю точно такую же поменьше только колбаску будем формировать с вами такие бусинки снова беру присыпочку и прохожусь можно по всей бусинке по краюшкам немножечко ее загибаю а пальчик снова натираю присыпкой мне очень нравится правда как присыпка смотрите на полимерной глине вот посмотрите какой-то невероятный блеск причем он сохраняется еще после запекания тоже такой вот даже можно лаком не покрывать то есть но обалдеть классно не обязательно формировать прямо точь-в-точь как предыдущая бусина то есть это такой вот стиль что хочу то и делаю что называется ну собственно и все вот в таком виде отправляем запекать духовочку в печку да как обычно при температуре 120-130 градусов на полчасика отверстие смотрите я буду делать потом потому что у меня есть ручная дрель у кого ее нету пожалуйста делайте сразу на сырой прям глине иголочкой или зубочисткой проделывайте отверстие там где я сейчас буду сверлить изделие достаем даем остыть где-то это минут 10 буду проделать два отверстия для двух колечек соединительных у меня под видео в описании есть ссылочки на сверлышки но я имени не пользуюсь сейчас здесь на видео у меня старенькая вот шуруповерта мне комфортно в общем-то работать просто на алиэкспрессе я нашла как раз другие сверлышки там с разными насадками в общем-то удобно работать теперь я делаю убираю пыль другим концом лезвия в общем пока снимал видео немножечко пошла не в том порядке очень приготовил я клей космофен кстати говоря я вот поставлю даже на паузу немножечко расскажу о нем раньше других видео я тоже советовала потом я отказывалась от клея говорила что нет он испортился вы знаете я значит нашла сейчас опять его а приобрела он немножечко флакон у него поменялся я решила его затестить эффект ну просто потрясающий я работала самым сложным по моему то что не держится очень сложно это гвоздики не зафиксированы больше сверху ничем никакой глины и я не могла их просто ничем отодрать у меня просто гвоздики погнулись площадка то есть все осталось на месте на сережке вот поэтому причем эффект такой что сразу же этот клей сцепился знаете как секундный клей момент то есть он цепляется буквально за секунды там может секунд пять супер просто эффект ну возможно поменяли просто состав в общем можно капельку оставить на zip пакетики для чего для того чтобы мы с вами штифты вот я подготовила маленькие такие ювелирные саморезики лучше держались на сережке можно прямо с флакона кстати говоря капнуть по капельке на каждую на каждый штифт и понадобится матовый лак для пластики но можно использовать глянцевый если хотите чтобы близко было побольше я меняю сверлышко на более тоненькая которая подходит под штифты размер штифтов отверстий и проделываю небольшое отверстие сразу замеряю примеряю штифт очень мне все устраивает видите прям штифт такую на его в клей и начинаю вкручивать помогаю себе инструментами инструменты кстати тоже поводу видео ссылочка есть можете посмотреть приобрести у кого нету и теперь я насаживаю на зубочистке свеженькие штифты и будем их покрывать лаком просто наношу небольшое количество и разношу по всей поверхности с лицевой изнаночной стороны лак сохнет очень быстро где-то минут 10-15 по необходимости можно насти нанести два слоя после просушки 1 конечно не пугайтесь что сначала у вас изображение до лака будет тусклым как только вы покроете его либо смолой либо лаком она прям знаете на глазах за ярчает маленькие детальки которые мы с вами такие бусинки сделали я не буду покрывать лаком мне нравится какие они есть после присыпки поэтому оставляем я решила сделать в один слой оставляю сохнуть и кисточку обязательно сразу кладу в стаканчик с водой иначе у нас все кисти будут одноразными итак сборка я подготовила колечки они все разного диаметра всего колечек нам понадобится 4 мне иногда спрашивают какой размер колечки используете ну смотрите девчонки дело в том что отверстие когда вы проделаете до чем дальше она от края чем шире сама вот бусинка например да естественно тем больше нам понадобится диаметр колечка вешаю швензу швензу меня серебряные тоже все говорю все инструменты материалы пожалуйста под видео и собственно фото как это выглядит в реальности в живую мне кажется выглядит очень прикольно я люблю такие необычные штуки украшения хотя их сама редко ношу почему-то но вот создавать люблю вот получились необычные прикольные сережки но довольно таки кстати увесистые но не оттягивают уж сильно мочку ухо но следовало этого ожидать но я надеюсь что вам понравился мастер-класс было все понятно пишите кстати комментарии вдруг если вы что-то хотите какой-то урок чтобы я вам рассказала показала всегда буду рада почитать ответить и до новых встреч пока пока